Добрая рубрика открывает это утро, и сегодня эту добрую рубрику мы встречаем вместе с Карамелькой, так зовут кошечку. Ну и Вероника, которая за этой кошечкой ухаживает, доброе утро, вам тоже менеджер по развитию приюта Поводок. Вот давайте с этого и начнем. Поводок всегда ассоциировался с собачками, неужели у вас и коты тоже? Да, но тем не менее, что у нас приют для собак, но у нас иногда бывают и кошечки тоже. То есть мы как бы центр защиты животных, и если нужна помощь, мы помогаем всем кошкам в том числе. Как вы их там разделяете? У нас есть небольшая кошачья комната, где у нас как раз кошечки и проживают. То есть они не в клетке? Нет, конечно, нет. В отличие от собак? Собаки у нас в вольерах сидят. Ну в вольерах, ну в вольер, клетки, да. Давайте расскажем о том, как вы познакомились с Карамелькой, какая у нее история? Карамелька вместе со своим братом-кожиком попала к нам от волонтеров. Котята были найдены в тяжелом состоянии на улице, на помойке. Вот, и волонтеры подобрали их, искали помощь с размещением и с вариантами их лечения. Ну вот мы решили помочь и взяли их к себе. Они с братом были пролечены, они полностью были здоровы, уже стерилизованы, привиты. А братик ее кошечек уже уехал домой, а Карамелька вот осталась у нас и ищет себе дом. То есть она была еще котенком когда? Им было месяца три примерно. Сейчас какой у нас? Сейчас ей уже около десяти месяцев. То есть это молодая совсем еще кошечка? Да, молоденькая, добрая, мурчащая кошечка. А характер еще подробнее? Она непривередливая, нет? У котов характер бывает. Характер у нее очень ласковый, она очень любопытная кошечка. Ну иди сюда, ну я поняла, ну пойдем знакомиться. Она очень любопытная, ей всегда хочется познакомиться, посмотреть что-то новое. Она прекрасно дружит с собаками у нас знакома. А ты не ко мне? Она не ко мне. Ну у нас с ней особое отношение. Она очень мурчащая, они с братом всегда как два тракторенка, и мурчат, слышно даже с коридора их. Что касаемо питания вообще, чем кормите кошек и насколько оно отличимо от собак? Кошки у нас также питаются сухим кормом, ну так же утром, вечером по расписанию. Какому уходу нужно быть готовым хозяину? Хозяин должен подготовиться дома, это место для кошки, лоток, миски. И по возможности какие-то когтеточки, комплексы кошачьи. Она прекрасно когти точит только об когтеточке, входит она только исключительно в горшочек. То есть абсолютно идеальная кошка. Хорошо, в приюте всегда можно оценить, как животное взаимодействует с другими обитателями этого приюта. Если вдруг у кого-то уже есть кошка, а может и не одна, и хочется еще таких ситуаций, так бывает много. Будет ли она хорошо коммуницировать с домашними котами? Она достаточно лояльна, в принципе, ко всем животным, и с собаком, и кошком. Единственное, главное правильно провести знакомство, и все будет хорошо. Поэтапно. Поэтапно, да. Недавно у нас был эфир на эту тему, в наших социальных сетях можете найти, там прям подробные инструкции, как же все-таки подружить котов. Ну давай, возвращайся тогда, пока еще хозяйки. Делитесь своими данными. Как с вами связаться? Познакомиться с карамелькой всегда можно приехать к нам в приют, предварительно позвонив нам по телефону 216-4151, либо написать нам в соцсетях. Будем надеяться, ваша мечта исполнится. Если вы мечтали о том, чтобы завести кошечку-кота, и прямо сейчас увидели на ваших экранах вот эту красотку, рыжую, белую, мурчащую девушку, может, вы влюбились уже прямо сейчас, можете набирать номер телефона, можете присоединиться к поводку во всех социальных сетях, следить за их анонсами, приезжать и помогать. Ну и пускай ваша мечта о животном станет чуть ближе благодаря этой доброй рубрике. Вам спасибо и до свидания. Спасибо, до свидания.